Над сценой висит крюк, вроде как от люстры, но больше похожий на крючок для ловли рыбы. Одна из тонких режиссерских находок. Метафора умирающей рыбы, которая хватает воздух ртом. На первый план выходят горьковские ремарки. Тихо бормочет, бессвязно шевеля губами. Так переживается объем момента, конвульсии в доме Железновых. Текст пьесы практически без изменений перенесен на сцену. С первых мгновений зритель погружается в трагическую атмосферу. Каждая реплика – глубокий омут. Покажу за то, что неприятное мне со вкусом, ты говоришь. В пьесе идет борьба за наследство, семейное дело, образ Васы Железновой глубоко психологический. Роль главной героини исполняет Ирина Ермолова. Именно ей на сцене предстоит решить философские вопросы. Что есть мать? Что такое семья? И на какие жертвы можно пойти ради ее сохранения? Мы уже с осенью этот спектакль играем. До сих пор процесс не прекратился поиска. Для меня лично я все еще продолжаю искать. И сегодня я тоже много-много об этом думала. Вот это очень сложно написано Горьким. Такая структура роли очень сложная, вязкая и прерывающаяся. Вроде бы идет-идет, потом бац, заканчивается. Герой, которого мы не видим – Захар Железнов, умирающий глава семейства. Образ персонажа создается только с помощью звуковых эффектов. Зрители буквально слышат дыхание больного человека, дыхание смерти. По мнению режиссера Уланбека Баялиева, семья Железновых есть отражение истории страны. Такой, в которой жили герои Максима Горького и в которой сейчас живем мы. Как олицетворение России, да. Для меня это так. Россия вечно находится в состоянии какого-то перехода, поиска себя. Вот именно перехода. Здесь семья находится в состоянии того же самого перехода. Как подмечает режиссер, на сцене каждый герой переживает самые разные чувства. Скорбь, раскаяние, разочарование в близких и в своей жизни. На первом плане актерская игра, существование в образе. История максимально простая и понятная для зрителей. Как признаются гости, здесь есть чем восхититься и есть над чем подумать. Ольга Токарева, Константин Воробьев. Новости дня.